Ворлдвайд Эксперт провел в Москве большую конференцию, посвященную электронным деньгам, картам и платежам. Нужны ли людям электронные кошельки? Что будет с электронными деньгами в ближайшем будущем? Будут ли платежные системы конкурировать с банками? Вот лишь небольшой перечень вопросов, которые представители крупнейших платежных и финансовых компаний обсуждали с экспертами рынка и простыми людьми, пользователями их услуг. Среди участников конференции было немало посетителей портала Банки.ру, которые имели возможность задать вопросы напрямую главам компании. Вопросов настолько много, что всех их просто не задать. Большие люди обсуждают какие-то большие вещи. Этот привкус такого народного мнения был первый раз. Я думаю, он сработал и в следующем году, то есть это будет через год. Будем стараться больше и больше приглашать. На сегодняшний день доля электронной коммерции в мире составляет десятую часть от всего оборота. А в России цифра очень скромная, всего 2%. Несмотря на то, что цифра в процентном соотношении не очень большая, Россия по оценкам аналитикам может претендовать на звание одного из наиболее динамично развивающихся рынков электронной коммерции. По оценкам, объем электронной коммерции в прошлом году составил порядка 12 миллиардов долларов. В этом году он оценивается от 15 до 16 миллиардов долларов. Недавно на российском рынке появился новый игрок PayPal, который уже был знаком любителям заграничного интернет-шоппинга, пользователям eBay. Но ожидаемого бума конкуренции между новичком и уже работающими в нашей стране платежными системами не случилось. А как вы чувствуете себя при наличии такого сильного игрока, который вошел в рублевую зону? В Багдаде все спокойно или есть повод понервничать? Чувствуем мы себя примерно так же, как, ну вот вы занимаетесь в спортивном зале, вдруг приходит человек, который очень сразу чувствуется подготовлен, больше вас подтягивается или больше вес берет. И в этой ситуации вы хотите больше тренироваться, чтобы выглядеть не хуже, чем он. Success Story PayPal – это не только eBay, это еще и все-таки и Visa, и MasterCard дали им возможность заработать, собственно, на их поляне. Сейчас мы видим, что в мире тенденция такая, что обе эти системы завели свои кошельки, они завели возможность перевода с карты на карту. Тем самым, так сказать, поле работы PayPal сужается, и они потихонечку понимают, что, ну, в принципе, лишнее звено должно уйти. Давайте представим бассейн. Были в WebMoney, спокойно плавались и от бортика к бортику, никогда не торопились. Пришли Яндекс.Деньги. В WebMoney немножко ускорились и научились плавать быстрее. Мы их стали там догонять, перегонять, иногда опережали они нас. Плавали, в общем-то, не спеша, вдвоем-то достаточно было комфортно в бассейне. Подошли к Киеве, пришлось научиться плавать быстро. Плаваем мы сейчас действительно быстро, и когда к нам приходит в бассейн чемпион мира по тяжелой атлетике, я не уверен, что он вообще всплывет. Будем честны. Безусловно, конечно, это очень сильный спортсмен на своей нише, но не стоит забывать, что он на международной арене выступал, и он не знает местных, локальных, каких-то наших вот легаси. Казалось бы, электронный кошелек достойная замена обычному, а электронные деньги часто позволяют обойтись без привычных бумажных. Так почему же большинство людей все еще не спешит обзаводиться этим продуктом и пользоваться таким методом оплаты? Вопрос защиты персональных данных и самих денег в электронном кошельке пока остается одним из главных. Эксперты признают, в России на сегодняшний день действительно нет технологий, гарантирующих полную безопасность. Но ведь и от кражи кошелька из кармана никто не застрахован. Банковские карты для россиян уже стали более-менее привычным инструментом. Возможно ли, что в скором будущем и электронные кошельки станут столь же популярными? Стоит ли банкам опасаться грядущего нашествия конкурентов? Электронные деньги, они развивались как некая альтернатива банковским платежам, потому что они были мгновенные, они у нас до какого-то момента были анонимны. Было этим всем удобно пользоваться. Сейчас, мне кажется, скачок пошел в обратную сторону, потому что сконодатель практически приравнял их к предоплаченным картам, сделал этот продукт банковским. И, в общем, на мой взгляд, смысл пользования этими кошельками он становится все меньше и меньше дальше. Я там особо перспектив не вижу, честно говоря, у этого способа. Клиент всегда прав. Поэтому тот, кто работает с клиентом, тот, кто думает о клиенте, он и будет прав, он и будет в выигрыше и в прибыли. Я буду убеждать, что за банками будущее, а не за электронными кошельками. Практически вся работа этих компаний и электронных кошельков завязана на доступе к интернету. Если в крупных городах сетевое покрытие позволяет совершать такие операции, то на большей части территории России такой возможности нет. В России есть гигантский разрыв между тем, что должно быть. Понятно, что у нас не может быть много безнала. У нас все-таки страна второго эшелона с точки зрения финансовых услуг. Но если мы возьмем Петербург отдельно, скажем, Москву, наличие количества карт у населения, количество зарплатных карт, количество посттерминала, все довольно хорошо. Все не хуже, чем в общем, в среднем во многих странах по Европе. Разрыв по оборотам через карты и через наличку, он несравнимый. Я думаю, что это субъективная вина, это может быть решено довольно просто. Но это нужны направленные усилия, а куда их направлять, никто не понимает. У всех разные интересы. У силовиков одни, у банков другие, у Центробанка третьи. Все тянут в разные стороны, все стоит на месте. Несмотря на конкуренцию, и банкиры, и представители платежных систем единогласно призывают бороться с наличными. Банки даже, если будут работать себе в убыток и захотят действительно всю страну покрыть пластиком, они этого сделать не смогут. Прикваринг карточек стоит дороже, чем инкассации. И это кто делает? Это делают банки. Это делают банки. Когда банки выходят из различных высоких трибун, говорят, как же у нас все плохо, такой большой процент наличных, то почему-то сразу говорят, давайте повысим стоимость инкассации, а не понизим эквариинговый процент, как сделали во многих развитых странах, в том числе в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в Европейском Союзе. Почему-то у нас, когда речь заходит о вот такого рода мерах, мы исходим из того, как бы сделать нам похуже потребителю и получше банкам, а не наоборот. Ну, и все делают вид, что не понимают вообще, о чем они говорят. Что же такое у нас происходит, почему же у нас безналичные платежи не растут? Ну, потому что такая структура цены, которую сами банки и предлагают. Даже если представить себе, что страхи и опасения будут искоренены, безналичные платежи будут доступны всем и везде, а в недалеком будущем виртуальные деньги из электронных кошельков будут работать и офлайн, исчезнут ли наличные деньги? Я думаю, навряд ли. Все-таки наличные деньги, они дают человеку какое-то ощущение тактильное, того, что можно в руках, что такое приятное подержать. Поэтому, я думаю, даже хотя бы с этой точки зрения, такое-то количество их останется. Как говорится, человек привыкает ко всему. И рано или поздно прогресс приходит в самые отдаленные города и села. Можно с полной уверенностью сказать, что совсем скоро нам уже не понадобятся кошельки, офисы банков, магазины и витрины, а все операции и покупки мы сможем осуществлять, держа в руках смартфон. Но это возможно лишь при условии, что качество услуг, уровень безопасности, сервис будут развиваться так же быстро, как и технологии. В конце концов, все пришли к одной единой точке зрения, что нужно побеждать таки наличку и переходить более на цивилизованный способ оплаты, будь то карты или электронные платежные системы. Наши люди, которых долгое время приучали к тумбочкам, через которые можно заплатить на телефон, их точно так же будут долго отучать от этого. Поэтому, я думаю, что какое-то время еще просуществует. То есть на следующие пятилетние, через пять лет обсуждения, если соберемся, то электронные платежные системы еще однозначно будут существовать. Встреча получилась насыщенная, споры жаркие, вопросы актуальные, и отведенного времени оказалось мало, чтобы обсудить все. Но это значит, что участники непременно встретятся вновь. И поверьте, им будет чем нас удивить. А следить за новостями и тестировать технологические блага будем мы. Юлия Нагорная, Евгений Копысов, Банкеру. Юлия Нагорная, Евгений Копысов, Банкеру.